Слава Богу, братья и сестры, что Бог дал нам возможность сегодня быть. И сегодня, на самом деле, очень благоприятное время. Я думаю, что это лучшее время, в которое Церковь когда-то жила. То благословение, которое мы сегодня имеем, мы вспоминаем, на прошлой неделе у нас было пасхальное служение, и настолько было много людей, и мы видим в этом большое благословение для Церковь, за то, что Церковь сегодня открыта, и люди идут. И, знаете, мы сегодня живем, как я уже говорил, очень благоприятное время, и это, с одной стороны, очень хорошо, потому что Церковь, она, можно так сказать, вышла из-под поля, потому что буквально еще 50-60 лет назад она находилась в другом состоянии, когда люди не могли иметь такого благословения, как мы сегодня имеем, так свободно собираться, транслировать, спокойно говорить, и не бояться о том, что кто-то придет, заберет или дадут штрафы. Но и в то же время это и сыграло такую нехорошую роль для верующих. И хорошее время, благоприятно, оно сыграло такую, знаете, отрицательную момент для верующих людей, потому что благословенное время, оно отчасти расслабило верующих людей. И мы живем в такое время, когда мы не задумаемся о том, что мы говорим, что мы делаем, мы не всегда задумаемся о некоторых вопросах, и поэтому сегодня то время, когда мы ни в коем случае не должны как-то так расслабляться или позволять себе какие-то вещи, которые буквально еще, можно так сказать, вчера мы за них стояли и говорили, что так нельзя, то сегодня мы уже ищем компромиссы. И знаете, в Писании говорятся такие вещи, Ефесянам 6.14, перед тем, как Павел описывает то, как должен быть настроен верующий человек, то, как он должен быть припоясан, он говорит, так станьте припоясав числа вашей истинной и облегшись в броню праведности. Тем самым я сегодня очень коротко хотел бы говорить о том, что нам надо быть подвязанными, то есть мы должны быть внимательны к своим поступкам, то, что мы делаем, то, как мы поступаем, чтобы мы были внимательны к каждому вопросу. И больше я сегодня, конечно, затрону вопрос языка или так, то, что мы говорим, то, что мы позволяем себе. Но когда человек припоясан, это человек, который внимательный к Духу Святому, во-первых. Он слышит то, что Бог хочет к нему говорить. Он внимательный к своим поступкам, он внимательный к окружающим людям. Он не позволяет себе, знаете, такую вести распоясанную жизнь. И наблюдая за своей жизнью, я осознаю, что в моей жизни было много вопросов, в которых, может быть, я не всегда был внимательный к каким-то вещам, и я впоследствии терпел урон. У нас была в жизни такая ситуация, для меня это было таким ярким примером, когда мы еще жили в малой семейке, это было буквально лет шесть назад, под нами был сосед, который был дедушка старенький, и когда мы заселились, ему очень не нравилось то, что мы там ходим, поздно ложимся, и он постоянно приходил с претензиями, говорил нам о том, что вам надо поменять свою жизнь, вести себя, ложиться всем, купить ковер. Ну, такой был настроен. И мы как-то нашли с ним все-таки точки соприкосновения, мы с ним подружились, и он заболел, и как-то я в шесть утра ходил, ему там перевязывал, был такой момент. И приходит день, и он нам звонит, и он говорил, что у него есть дочка, жена у него умерла, и здесь он переехал в Барановичи сам из Минска, и как бы, ну, вот он такие нам истории рассказывает. И однажды он звонит мне и говорит, приедьте с женой, мне надо с вами поговорить. Мы приезжаем, и он говорит, слушай, нет у меня никакой дочки, я обманывал, потому что не хотел говорить о том, что мы бездетные. У меня здесь есть племянница, племянница за мной не смотрит, и ей все это должно достаться, квартира, счет в банке у меня достаточно большой. Поехали, я все на вас перепишу. Ну, вы молодая семья, я вижу, что вы хорошие. Давайте я на вас все перепишу, вы только меня досмотрите. Как бы, все, я принял это решение, поэтому пока я такой, поехали быстрее. Я говорю, ну, спешить нельзя, я вам завтра дам ответ. И знаете, я приехал домой, как-то начал молиться, и внутри просто Бог мне проговорил, что не бери, это не мое, потому что потом пройдет время, и эта же племянница распустит такие слухи, что вот баптисты квартиру забрали, что потом уже ничего не сможешь сделать, просто понесешь большой урон. Ну, не твое. И я так приезжаю, говорю, дедушка, мы вас досмотрим, но нам ничего не надо. И знаете, прошло время, я подумал, что хорошо, что в тот момент я был в таком состоянии, что я смог услышать голос Божий, потому что плоть говорила, бери, бери, пока дают, потому что дают, бери, не дают, не бери. Но есть моменты, когда все-таки ты должен быть внимательным, внимательным на то, что происходит в твоей жизни в каких-то моментах, поступках. Но сегодня я хотел буквально одну мысль затронуть о том, что если уже мы говорим о поступках, о делах, что нам надо быть внимательны, что они имеют последствия, то насколько нам внимательных надо быть в языке. Потому что сегодня, наблюдая тенденцию, мы видим, что то время, в котором мы живем, оно свободное время, и для верующих людей тоже пришла такая мнимая свобода, которая позволила нам не задумываться о том, что мы говорим. Мы спокойно можем выносить вердикт, мы спокойно можем осуждать, мы спокойно можем говорить в сторону служителей, либо в сторону друг друга, не переживая, не думая о том, что у всего есть последствия. И в этом тоже Бог говорил нам быть внимательным к нашим словам. В притчах мы читаем, что смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусит от плодов его. Мы читаем в Писании, насколько все-таки язык имеет силу. И, оказывается, простое слово, можно человека посадить. В Америке столько моментов, когда люди сидят по 30 лет, а потом скрывается, что человек просто, он сказал, он виновен, показал пальцем, и на основании его слов человека посадили. Прошло время, оказывается, человек говорит, ну я просто сказал. А есть моменты, когда человек, его должны были посадить, и человек просто смотрит и говорит, послушайте, я был там, он не виновен. Он произносит слова, и эти слова дают свободу человеку. Насколько есть большая сила в словах, которые мы произносим, Через слова мы можем ранить человека, и человек может впасть в уныние, а можем сказать добрые слова, которые дадут человеку жизнь, ободрят и поднимет его. Но нам также надо не забывать, что каким судом мы, братья и сестры, судим, в таком же суде мы сами и окажемся. Бог не поставил нас судьями. У нас есть единый судья, который придет время все поставить на свои места. Но когда мы, братья и сестры, позволяем себе говорить в честь или в сторону кого-то, я вас уверяю, что мы сами окажемся на том же самом месте. Когда я попал на реабилитацию в первый раз, мне было 19 лет, и я приехал, и там были ребята, которые были по второму разу. Я помню свои слова дословно, как я говорил, ну как так можно? Ну как так можно попасть на реабилитацию в второй раз? Ну что это за люди такие несерьезные? Что нельзя было с первого раза пройти, и все, и проходит чуть-чуть время, я сам оказываюсь второй раз на реабилитации, слышу те же самые слова через других братьев. Да как ты мог? Да что ты такой несерьезный? Да что ты не мог пройти с первого раза? И в тот момент я помню, я просто слышу свои слова через уста других людей. Те же самые, которые я позволял произносить себе в сторону других людей, не задумываясь о том, что придет момент, и я пожну плоды своих же слов. Надо быть очень внимательным, и своим языком мы очень много можем наговорить свою судьбу, и есть, знаете, последствия у этого всего. В Писании мы находим такой момент, когда в Матфеи 27 главе 25 стих, когда евреи, когда Пилат вывел им Христа и говорит, послушайте, я ничего не нахожу в нем. Но евреи тогда произнесли такую фразу, которая была написана, и отвечал весь народ и сказал, кровь его на нас и на детях наших да будет. Простые слова кажутся. Кровь его пусть будет на нас и на наших детях. Я очень много раз был в Бухенвальде. Это концлагерь для евреев, который был в Германии, в центре Германии. Я был там достаточно много раз. И каждый раз, когда я заходил туда, я видел много фотографий и много евреев, которых просто сжигали тысячами, тысячами. И там есть такой музей, когда ты поднимаешься на третий этаж, там есть такая черная комната, ты заходишь, и там видеосъемки с момента, когда то, что происходило в том концлагере. И одно из таких моментов, когда было описано моменты, и что евреи, они говорили, мы пожинаем слова наших предков. Кто-то даже из них произнес фразу, мы пожинаем плоды наших предков. Говорит, было время, когда наши отцы сказали фразу простую, пусть его кровь будет на нас и на наших детях. И ни одно, можно так сказать, ни одна нация не переживала то, что переживал еврейский народ. Столько никого никогда не вырезали и не убивали, и не сжигали в концлагерях, сколько пережил еврейский народ. Кажется, прошло много лет, но эти слова, они были отголоском на многие годы. Сегодня, братья и сестры, мы живем в то время, когда нам тоже надо быть внимательны к своим словам, то, что мы произносим. И послание Якова мы находим. Ибо все мы много согрешаем, 3 глава. Кто не согрешает слове, тот человек совершенно могущий обуздать все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как ни велики, они, как ни сильны, ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекрас и неправда. И язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, и, будучи сам, воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающих и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, и он исполнен смертоносного яда. Им благословляет Бога и Отца, и им проклинают людей, сотворивших подобие Божие. Из этих же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Братья и сестры, я осознаю и вижу пример о том, что люди, которые на самом деле стараются хранить себя в речи, а ведь мы понимаем, что от избытка сердца говорят уста. Ведь это состояние сердца. Иногда человек не задумывается, он произносит простые вещи, допуская много вещей об осуждениях или каких-то моментах, не думая о том, что это его состояние сердца. Но я наблюдаю за людьми и понимаю, что из-за своей жизни есть вещи, которые я до сих пор пожинаю, позволявши себе когда-то что-то говорить. Я говорю это честно. И сегодня я наблюдаю за своей жизнью и понимаю, что есть вещи, которые я назад не вернуть не могу. Но сегодня я через годы слышу отголоски тех вещей, которые я не обузданно, может быть, не сознательно говорил себе. И на моей улице жили одна история, которую я наблюдал, я только поселился, и я увидел очень явный для себя пример, который для меня до сих пор стоит перед глазами. На моей улице жила одна сестра, я думаю, что многие из вас ее знают, это сестра Поля. Это была старица, которая жила, и с двух сторон у нее были соседи. И с одной стороны была такая тоже пожилая пара, и с другой. И с одной стороны была пара, и там муж с женой позволяли всегда, ну так, не очень красиво говорить про эту сестру нашу, Полю. Они постоянно старались ей сделать что-то плохое, там кидали ей какую-нибудь еду, чтобы коты у нее много было. Они постоянно ее там наговаривали на нее, всегда говорили о том, что она обманщица. Ну, это то, что я слышал от соседей. И знаете, пришел момент, тетя Поля не стала, и в этой семье буквально за год произошли события, которые я просто наблюдал. Это была семья такая видная, он постоянно ходил в костюмах белых, жена, они все время так ходили. Но пришел момент, и буквально за год, когда пришла корона, у них в течение трех месяцев умирают их двое сыновей старшие, они остаются бездетные. Этот мужчина, ему в районе 75 лет, он сходит с ума, он начинает просто в трусах ходить по улице, буквально недавно он ходил в костюмах, и умирает через какое-то время буквально, и жена тоже умирает такой страшной смертью, просто. И я вот наблюдал и думал, за короткий период просто, вот был момент, когда семьи просто не стало, целого родства просто не стало. Является это ли следствием, я не могу сказать, но с другой стороны жила другая семья, которые, они были более в хороших отношениях с этой сестрой, они как-то так все время благословляли, мы ходили друг к другу, они так, всегда с них только доброе было, можно услышать. И они так, знаете, у них была такая хорошая вечность, такая хорошая, когда они вдвоем практически в одно время умерли. И наблюдая вот буквально за тремя семьями, ты видишь, насколько все-таки имеет последствия то, что мы говорим, то, что мы делаем, то, что мы неосознанно допускаем какие-то вещи. Можно ли решить как-то, можно ли выйти с этого состояния? Можно. Всегда можно развязать узлы. И мы все знаем то, что мы говорили, то, что мы позволяем себе. Есть момент, когда нам надо покаяться в первую очередь. Возможно попросить прощения у тех людей, которых мы позволяли себе говорить в чью-то сторону, хотя, может быть, он об этом даже не знает. Но это тоже является для тебя благословением. И третий момент. Быть внимательным к своему сердцу. Потому что сегодня твой язык, он говорит о твоем состоянии сердца. И не надо, иногда мы внешне стараемся показать свою духовность. Но достаточно человеку только открыть свой, можно так сказать, рот, и ты понимаешь, что происходит у него внутри. Это его вся внутренность, то, что исходит из внутренности его. Братья и сестры, мы живем в непростое время. Время, когда нас не сжимают со сторон. И мы не всегда чувствуем вот эти переживания, то, что мы сегодня верующие, мы спокойно себя, мы не переживаем за то, что мы говорим, делаем. Но это время, на самом деле, оно очень непростое. Потому что сегодня мы ответственны сами перед собою. Как мы ходим, то, что мы позволяем. И пусть нам Бог поможет быть внимательны, быть подвязанными. Как я вначале прочитал. Итак, станьте, припоясав числа вашей истиной и облегшись в броню праведности. Пусть нам Бог поможет быть внимательны во всяком деле, во всякой ситуации. И быть внимательны то, что мы произносим, и то, что исходит из наших уст. Пусть нас всех Бог благословит. Склоняя колени, молимся и благодарим Господу. Продолжение следует... 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 Господь, и мы, Господь, может быть не всегда, Господь, осознаем последствия тех вещей, которые мы сегодня позволяем себе говорить, но проходит время, и мы, Господь, иногда мы пожинаем плоды, Господь, всех вещей, которые мы позволяли себе, Господь я прошу, храни, Господь, помоги нам быть внимательны, Господь, помоги нам внимательны быть голосу Духа Святого, во всяком деле, во всякой ситуации, во всяком слове, Господь Божий, благослови чтобы, Господь, только доброе, только назидательное, оно исходило из уст наших, только благословение И ничего, Господь, худого, Господь, оно не было, Господь, было произнесено через уста наши. И пусть милость Твоя будет над нами. Господь, учи нас, научай, Господь, веди и дальше, обличай, Господь, если мы где-то не таковы. И помоги нам, Господь Боже, хранить себя в чистоте и святости, ходить перед лицом Твоим. Тебе за все добудет слава, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.